Пожары в центре города не редкость в России, поэтому Киров скорее не исключением, а правилом. Причем в некоторых случаях люди уверены, что огонь в дома приносят застройщикам, так как земля в центре города не самых дешевых. Краткий обзор горячих примеров подготовила Анастасия Шерстнева. Настя, тебе слово. Всем здравствуйте. Тема и правда. Сегодня горячая, наверное, один из самых крупных пожаров в 2017 году произошел в Ростове-на-Дону. Огонь едва не уничтожил весь исторический центр. Причем причиной пожара стал поджог, по версии следствия. В результате один человек погиб, почти 60 пострадали. Сгорело более 100 домов. 560 человек лишились крова и всего имущества. Полностью ликвидировать огонь удалось только через сутки. И причастными к этой беде могли быть черные риэлторы. Такова главная версия следствия. Земля в этом районе одна из самых дорогих в Ростове. Сотка оценивается порядка полутора миллионов рублей. По словам жителей, незадолго до пожара квартал обходили неизвестные люди и предлагали выкупить их участки земли по стоимости вдвое ниже рыночной. Многие отказались продавать участки и назвали предложенные цены заниженными, сообщает новая газета. В случае несогласия людям угрожали поджогами. Именно поджоги стали причиной пожаров и в Ярославле. Такие заключения подготовили в местном МЧС. С октября по ноябрь там произошло сразу 13 пожаров. Огонь полыхал в уже расселенных, то есть пустых домах. Тогда мэр Ярославля на общегородском совещании поручил выяснить, почему горят дома в среднем и нижнем поселках и потребовал срочно нормализовать ситуацию. А жителей призвали незамедлительно сообщать правоохранительные органы обо всех подозрительных действиях вблизи расселенных домов. Снова полыхающая кровля, десятки спасателей и пожарные расчеты. Но уже в Самаре в октябре там тоже произошел пожар. В частном доме жили 8 человек. И они уверены, что деревяшка загорелась не просто так, а ей помогли. По словам жителей, их дом горит уже во второй раз. Портал 63.ру передает слова одной из собственниц. Цитата. Я уверена, что это поджог. Они в старом городе часто происходят. Здесь земля дорогая и бизнесмены хотят прибрать ее к рукам. В прошлый раз нам сказали, что дом начал гореть из-за проблем с проводкой в соседнем здании. Что скажут сейчас, не знаю. Конец цитаты. Вот такие не совсем радужные примеры. А у меня на этом все. Ксюша.